Уважаемые участники вебинара, я надеюсь, меня слышно и видно сегодня. Я сегодня начну вебинар одна, и посвящен он будет теме, которая называется «Интерактивные плакаты презентации». Отлично, спасибо. Значит, меня слышно и видно, и можно начать нашу сегодняшнюю встречу. Ну, я думаю, что понятие термин «библиотека Веб-2.0» понятие для нас уже не новое, ему уже более 13 лет. Впервые о библиотеке Веб-2.0, о 2.0 на библиотеке заговорили в 2005 году. Заговорили о том, что библиотека должна меняться, что многие инструменты Веб-2.0 можно внедрить в работу библиотеки, она поможет ей измениться к лучшему. Самое главное, что в центре библиотеки должен стоять активный и компетентный пользователь, как об этом писалось неоднократно. Благодаря различным технологиям он может пользоваться электронным каталогом и получать разные библиотечные ресурсы, быть в курсе всех событий, сам принимать в них участие. На первый план выходит взаимодействие с пользователем во всех его проявлениях. Это может быть и прямое взаимодействие на мероприятиях, каких-то совместных проектах с библиотекой, но в том числе и посредством виртуальной сети. То есть появляются различные социальные сети, блоги, сайты библиотек, различные творческие объединения в онлайне. Все это призвано как раз для организации взаимодействия с читателями. Вот наряду с такими формами работы можно библиотекарям, а иногда и совместно с читателями создавать информационные ресурсы, размещать их у себя на сайте или в блоге, которые как раз будут это взаимодействие поддерживать, то есть будут они интерактивными. В чем заключается интерактив? Читатель взаимодействует с этим контентом, который создает библиотекарь, разными способами. Он может получать какую-то дополнительную информацию по запросу, если ему нужно. Просматривать аудио и видео, опять-таки по желанию. Участвовать в опросах, играть, участвовать в каких-то играх, получать возможность оставить отзыв о работе библиотеки. И все это дает возможность создавать интересные информационные продукты в разных форматах. Вот я несколько самых основных сейчас вот здесь на слайде выбрала. Ну прежде всего, какие интерактивные библиотечные форматы сейчас существуют и развиваются. Во-первых, это различные интерактивные плакаты и изображения, которые можно размещать на сайтах библиотеки и показывать на мероприятиях. Это различные интерактивные карты, которые позволяют и игры создавать, и виртуальные путешествия, и другие интересности. Дальше это презентации, более традиционный жанр, но теперь это презентация не просто пассивная, которую надо пролистывать и просматривать. Нет, это презентация уже такого нового формата, где будет много интерактивных элементов, где можно поиграть, поучаствовать в викторине, оставить отзыв, проголосовать и так далее. Вот такие презентации. Ну и, наконец, четвертый формат – интерактивное видео. Даже такое возможно и использовать в библиотеке. Но что касается интерактивного видео, этому будет посвящен отдельный вебинар. Он будет самым последним в моем списке в июне месяце. Про то, как создавать интерактивные видео в викторины, я буду рассказывать. А вот про первые три формата я сегодня постараюсь на нашем вебинаре рассказать. И начнем мы с самого простого формата, но это не значит, что он неэффективный, очень интересный, интерактивный плакат. Что это такое? Для тех, кто ни разу не создавал, не видел, не пробовал, я постараюсь описать. Это изображение, где в виде таких меток на изображении прикрепляется дополнительная информация. Это могут быть ссылки на различные веб-ресурсы, на интернет-документы, на разные мультимедийные объекты. Например, видеоролики, аудио, презентации, слайд-шоу, викторины, игры и так далее. И все вот эти метки крепятся к одному изображению. И просматривая картинку, одновременно читатель еще и знакомится с какой-то дополнительной информацией в удобном для себя порядке и открывает то, что ему интересно, читает то, что ему интересно, то, что ему нравится. Ну вот пример. С помощью интерактивных изображений можно создавать разные интересные вещи. Мы вот, например, создали виртуальную выставку. Я вам ссылку в чат сейчас положила. Выставка «Фотосушка». Наверняка у вас в библиотеках когда-нибудь проходили или вы видели, как это делается. Мы сделали выставку «Фотосушку» по творчеству мурманского писателя Виктора Тимофеева. Вот так она выглядела. Чтобы поиграть интерактивом, вы сейчас можете по ссылке пройти, посмотреть, как это все работает. Выставка «Фотографии». С обратной стороны каждой фотографии прикреплено стихотворение этого мурманского поэта. Рассматриваешь фотографию, читаешь стихотворение. С помощью интерактива каждую фотографию можно рассматривать в интернете более подробно. Кроме того, можно еще и прочитать само стихотворение и прослушать, как его исполняют читатели библиотеки. И все это вот благодаря такому интерактивному изображению. Так очень интересно можно не только сделать выставку реальную, перевести ее в виртуал. И вот снабдить такими интерактивными метками, которые позволяют с ней знакомиться. Выставка, если живет в библиотеке несколько месяцев, то в интернете она будет жить долго. И пользователи будут постоянно иметь к ней доступ. Вот как сделать примерно такое изображение, сейчас покажу вам несколько инструментов для этого. Первый инструмент самый известный, называется он «Хинклинк». Сервис достаточно уже давно существующий, очень популярный. Очень много здесь можно найти интересных интерактивных изображений. Я вам пару ссылок сейчас в чат отправлю, чтобы вы посмотрели, как это выглядит. Первая ссылка – это обложка книги, к которой прикреплены разные метки интерактивные, с дополнительной информацией об этой книге. А вторая метка – это уже путешествие виртуальное. С помощью, опять-таки, одного изображения можно попутешествовать по Санкт-Петербургу, раскрывая различные метки. Сделано это вот в этом сервисе «Хинклинк». Если вы только впервые начинаете работать с интерактивными плакатами, предлагаю начать с него, он самый простой. После регистрации загружаете свое любое изображение, а к нему прикрепляете метки. Вот они с левой стороны, разноцветные, красные, синие, зеленые, какие угодно. Эти метки размещаете в нужном месте вашего плаката, а дальше к этой метке прикрепляете любой контент, который вам нравится. Правда, сервис условно-бесплатный, здесь не все возможно. В качестве дополнения можно прикреплять тексты, можно прикреплять видео и ссылки. К сожалению, все остальное – картинки дополнительные, фоны, какие-то красивости – это уже за дополнительную плату. Но для небольших интерактивных плакатов даже этих возможностей вполне достаточно. Можно попробовать. Большим плюсом является то, что в этом плакате можно устроить коллективную работу. Вот внизу есть такая кнопочка, называется Settings – Настройки. Вы можете открыть доступ зарегистрированным пользователям в этом сервисе, чтобы они заходили на ваш плакат и тоже могли с ним работать, редактировать и оставлять ссылки. Мы когда-то на портале Вики Сибириады сделали такой коллективный плакат, он сейчас вот на слайде, посвященный различным российским ученым, исследователям, и вот все участники мастер-класса добавляли каждый по одной ссылке на этот плакат, каждый по одной метке. И в итоге получилась такая маленькая мини-энциклопедия интерактивная. Сервис интересный, стоит попробовать, потому что он не очень сложный. Если мы пойдем более усложненным путем и захотим добавлять не только вот такое ограниченное, а захотим, например, добавить какие-то картинки со своего компьютера, какие-то дополнительную информацию, то можно использовать сервис, который называется H5P. Это сервис как раз для того, чтобы создавать различный интерактивный контент. У него огромное количество возможных шаблонов, которые позволяют создавать такой контент. Это раз. Во-вторых, он бесплатный. Это два. Единственный недостаток, что он на английском языке. Тут можно гугл-переводчиком воспользоваться, он, собственно, очень неплохо переводит. Вот опять пару ссылок я вам в чат положила, как выглядят такие плакаты. Прелесть в том, что здесь можно плакат развернуть на весь экран. Вы можете его вставить и в свой сайт, и в блог, и просто делиться ссылками. Правда, принцип работы здесь немножко другой. Во-первых, вы выбираете шаблон. Он называется «Hotspot», горячая точка. «Hotspot Image», если полностью название. Далее открывается вот такой вот редактор. Например, вверху картинка – это та картинка, которую вы загружаете как основную. Ну, вот с глобусом я загрузила любую. Да, вы загружаете свою собственную картинку со своего компьютера, какая вам нравится. Грузите картинку. Дальше по этой картинке щелкаете мышкой, появляется метка. Она тут маленькая, зелененькая, не очень может на слайде видно, но она тут существует. После того, как вы щелкнули эту метку, добавили. Дальше открывается сам шаблон. Вот он внизу. Давайте я немножко прокомментирую, что здесь интересненького. Во-первых, окно по размеру изображения. Что это такое? А это значит, что если вы на эту метку щелкните, то она откроется на весь экран. Вы сами для себя решаете, нужно вам, либо вам нужно маленькое окошечко. Если контента много, то имеет смысл развернуть на весь экран, если там много информации. Просто оставите там галочку, если вам это нужно. Дальше. Даете метке какое-то название. Выбирайте тип контента. Тип контента бывает трех видов. Это бывает видео, это бывает текст, это бывает изображение. Выбирайте из этих трех, что вам нравится. Изображение можно добавить по ссылке или со своего компьютера. Видео можно добавить из YouTube. Ну и текст, соответственно, пишите сами. Если вам хочется сразу много всего добавить, то есть еще кнопочка «Добавить еще контент». Опять ее нажимаете и еще выбираете. Вы можете сразу несколько картинок добавить, несколько видео, или сразу и видео, и текст, и картинку. В общем, много информации в одну метку вы можете заложить. Дальше нажимаете кнопочку «Добавить еще метку», опять щелкаете по вашей картинке в нужном месте, и новый шаблон открывается, и вы новую метку так редактируете. Немножко более длинный путь в твинг-линке, конечно, это побыстрее идет, здесь чуть медленнее, но зато результат очень хорош, потому что очень много информации можно загрузить на одну картинку. Вот если у вас такой вариант, что очень много всего, и хочется обо всем рассказать читателям, то можно H5P использовать, тем более, что он бесплатный абсолютно, никаких ограничений нет. Обучающие материалы, они все есть, вы можете воспользоваться ими. Идем дальше. Сервис, который мне сейчас очень нравится, в котором я работала, вот выставку «Фотосушку» я вам в самом начале показывала, это сделано именно в нем. Называется он «Джениали». Он еще чуть сложнее предыдущих всех, но он, наверное, самый многофункциональный. Вообще-то «Джениали» – это целая платформа. Здесь можно создать и игры, и инфографику, и презентации. Здесь очень много всего красивенького. Часть платна, часть бесплатна. Вот интерактивные изображения, они бесплатны абсолютно. Принцип как с инклинки. Вы загружаете картинку, она у вас на весь экран вот так открывается, а дальше щелкаете метку. В нужном месте у вас появляется меточка. К этой метке вы прикрепляете свой контент. Сейчас, чтобы было понятнее, дам пару ссылок опять в чат, чтобы посмотрели, как это выглядит еще. Мне понравилось, мы стали делать интерактивные выставки на основе этого сервиса. Ну вот из возможностей. С левой стороны можно посмотреть, какие возможности у этого сервиса. Кнопочка «Интерактивити». Что это такое? «Интерактивити» – это как раз кнопка для добавления разного контента на вашу картинку. Сюда можно добавить практически все. Тексты, видео, аудио, изображения, разные встроенные объекты. Если у вас есть код, например, у вас какая-то есть игра в другом сервисе, сделанная есть код для встраивания этой игры, вы можете игру сюда пристроить. Можно добавить различные презентации, опять-таки по коду. Можно добавить текстовые документы Google. Вот я вам открыла сейчас кнопочка «Embed». Это как раз все встраиваемые объекты, которые здесь можно добавить. Видео с YouTube, например, какие-то презентации, игры по коду. Есть просто документы Google текстовые, можно прикреплять. То есть тут практически возможности неисчерпаемые. Огромное количество разного контента можно добавить. Кнопочка «Текст» позволяет писать прямо поверх этого изображения. Если вы хотите прямо написать что-то сверху, то тоже можно устроить. Кнопочка «Embed» – это встраиваемые объекты. «Images» позволяет добавлять картинки прямо поверх основной, более маленькие, например. Для чего-то может быть, возможно, это пригодится. И интересная кнопка, которая «Animation» называется. Отдельно сейчас ее открою. Вот посмотрите. Что такое за кнопка «Animation»? Она позволяет анимировать все вот эти маркеры, которые вы на изображение наносите. И не только маркеры. Если вы что-то написали, какая-то надпись у вас есть, или вы картинку поверх наложили, все вот эти объекты, их можно анимировать. То есть они могут появляться, исчезать, прилетать, улетать, проявляться, вращаться, двигаться и так далее. Но для каких-то не очень серьезных интерактивных плакатов это вполне возможно. Например, для детской библиотеки хороший вариант. Маркеры то появляют, то исчезаются, мигают, переливаются, перекатываются и так далее. Анимация настраивается очень интересно. То есть анимация на вход, на выход, как она появляется, как исчезается, и пока находится на экране, тоже это все анимируется. По умолчанию анимации никакой нет, но вы ее можете настроить, как считаете нужную. Вплоть до того, что скорость, с которой все будет вращаться и переливаться, все это тоже настраивается. Очень подробно все это. В итоге получаются очень интересные интерактивные вещи, которые можно встроить на сайт и в блог. Собственно, вот эти все сервисы, которые я называю, они все как раз для встраивания куда-либо. Если вы создали несколько интерактивных таких плакатов, то вы их можете соединить в одну большую презентацию между собой. И получится вот примерно такое. Я вам ссылочку сейчас в чат отправила. Это несколько интерактивных плакатов. В итоге получилась виртуальная выставка, где вы будете с одной стороны листать презентацию, а с другой стороны там еще и всякие интересные интерактивные маркеры. Если вы на них будете нажимать, то будете либо перемещаться в нужное место презентации, либо будет открываться какая-то дополнительная информация. Все это тоже сделано бесплатно. Создать такую презентацию тоже ничего не стоит. Количество создаваемых работ здесь не ограничено. Поэтому интерактивные плакаты здесь очень замечательные получаются. Среди последних возможностей еще появилась возможность совместной работы. Вы можете ссылку на вашу презентацию рассылать своим авторам. Они регистрируются в сервисе и тоже могут вместе с вами создавать теперь презентации. Это вот последнее нововведение в этом сервисе. Таким образом он вышел, наверное, на первое место в рейтинге всех вот этих вот сервисов для интерактивных плакатов. Он, наверное, теперь самый крутой будет. Идем дальше. Еще один интересный сервис. Round.me он называется. Он позволяет создавать интерактивные изображения на основе панорамной фотографии. Здесь не обычный фотоснимак нужно загружать, а загружать панорамный объект. Ну, наверняка у вас в фотоаппаратах, сейчас практически во всех современных фотоаппаратах, есть функция панорамной съемки. И можно сделать несколько фотографий какого-то помещения или какой-то местности в размере 360 градусов с помощью фотоаппарата в режиме панорама. Достаточно хотя бы трех таких снимков. Если у вас не получается, то сейчас в интернете большое количество уже готовых панорамных можно там найти. Ну, или можно сделать самому. Если у вас три таких фотографии есть, вы можете их склеить в одну большую панораму. Для этого есть сервис Dermondar. Он очень простой. Я даже не стала скриншот делать, потому что там все очень просто. Вы заходите, просто грузите три картинки, в нужном порядке их выстраиваете, он и вам их склеивает в одну длинную ленту, а вы ее просто скачиваете на компьютер. Там все предельно просто. Для чего нам нужна вот эта панорамная длинная лента? Для того, чтобы вставить ее в сервис Round.me и на основе этого сервиса создать интересную такую историю с панорамой и на эту панораму прикрепить разные тоже интерактивные вещи. Я вам сейчас две ссылки послала. Первая и вторая. Одна из них – это… я взяла панорамную съемку центральной площади Мурманская площадь, называется у нас «Пять углов». Взяла панорамную фотографию, добавила в этот сервис, он мне ее вот так вот представил, в 360 градусов. Ее можно вращать. Если вы сейчас ссылку откроете, ее можно мышкой перемещать. Кроме того, есть там значок «Рупора» наверху. Если его включить, там еще музыка будет. Она еще музыкально оформлена. Это картинка. Дальше, если вы ее сейчас открыли, просматриваете, там есть кнопочки с буковкой «И». Вот на слайде видно такую кнопочку. Это вот как раз интерактивные метки, которые прикреплены к этой фотографии. Нажимая на эту кнопку, у вас открывается окошечко, в котором содержится дополнительная информация по этой фотографии. Так интересно можно сделать виртуальную экскурсию в формате 360. Например, по библиотеке, по какому-то месту, по музею, возможности, все что угодно. Можно так представить. Что можно добавить к интерактивной метке? Можно добавить текст, он прямо в окошко вписывается, и рядом значок с картинкой. Сюда можно добавить еще небольшое изображение, загрузив его с компьютера. Например, одна из идей. Мне понравилось взять современную фотографию, прикрепить к ней изображение тех же самых зданий, памятников, которые были когда-то давно. Историческое такое путешествие сделать на основе фотоснимка. В результате получается вот такая интересная вещь. Round.me. Он очень несложный сервис. Тут все очень просто делается, загружается, добавляется, сохраняется. Готовую эту презентацию вы можете вставить на сайт или в блог, если хотите. А еще есть возможность, если у вас таких панорам несколько, или, например, у вас помещение из нескольких комнат, ну, например, несколько залов, библиотеки или в музее, то их можно скрепить между собой, у вас получится экскурсия прямо по музею. Можно переходить из одной комнаты в другую и рассматривать. Вот одна из ссылок там, как раз музей русского быта. Несколько фотографий загружено, вы листаете одну, потом переходите в следующий зал, просматриваете второй. Кроме текстов изображений, можно еще фоновую музыку добавить, для того, чтобы просматривать было интереснее. Ну, и добавить геометку, где находится, где снята та или иная фотография. Вот это вот все возможности. Видео здесь пока нет функции добавления, но все остальное работает очень хорошо. Бесплатный аккаунт есть. Бесплатно можно загружать 15 изображений каждую неделю. Мне кажется, это более чем достаточно. Очень интересный и необычный сервис, и вот мало кто им пользуется, поэтому советую попробовать. Интересно получается. Ну, давайте от интерактивных плакатов перейдем к интерактивным картам. По сути, это примерно то же самое изображение, только в виде там какого-то маршрута, на который тоже наносятся разные интерактивные метки, а к ним прикрепляется информация. Принцип работы тот же самый, только вместо картинки у нас теперь будет карта. С помощью интерактивных карт можно тоже много чего интересного сделать в библиотеке. Например, им нужно так проводить различные виртуальные экскурсии и размещать их у себя на сайте. Путешествовать по населенным пунктам области, совершать экскурсии по достопримечательностям и памятным местам своего города или поселка. Можно создавать маршруты, связанные с именами известных людей и земляков, например, путешествия Чехова, Тургенева и так далее. Можно делать путешествия вместе с литературными героями, например, по следам героев Жулия Верна сделать виртуальное путешествие по карте. Можно рассказывать о различных исторических событиях с помощью карты. Тут идей может быть совершенно огромное количество, и интерактивные карты здесь очень хорошо помогают. И опять-таки, если вы только начинаете работать с картами, то самый простой вариант – это использовать Google Maps, карту Google. Тем более, если у вас есть аккаунт Google, здесь регистрироваться просто дополнительно не надо, вы просто заходите на сайт Google карты, а дальше вносите название населенного пункта, который вам нужен. Вот я Мурманск добавила, нашла его на карте и нажала на плюсик «Добавить на карту». Вот в виде метки он у меня обозначился на карте. Таким образом, мы можем расставить метки в зависимости от того, где хотим, вплоть до того, что название улицы ввести, и сделать карту еще более подробно. И там отметить какие-то дома на этой карте. И вот таким образом создаем маршрут. Далее, после того, как вы вот эти все точки на карту нанесли, можно к ним начать добавлять информацию, или можно их соединить в один маршрут. Ну, вот и то, и другое сейчас на слайде перед вами. Вот если вы хотите редактировать, то здесь можно добавить фотоснимок, значок фотоаппарата, можно перекрасить маркер, можно значок карандашик, когда писать какой-то текст сюда. А рядом с фотоаппаратом значок стрелочки – это как раз способ соединить между собой несколько точек маршрута. Можно поменять маркер, его вид перекрасить по-разному. Можно вставить видео, не только текст, но еще и видео с Ютуба, например, по ссылке добавить. В итоге у вас в каждой метке получится какое-то дополнительное содержание. А дальше по этой карте можно путешествовать так, как считаете нужным. То ли просто щелкать по карте и открывать дополнительную информацию, то ли прямо вот по маршруту идти, как они соединены, точки между собой, по такому маршруту исследовать. Вот пример карты, очень красивая карта получилась – «Путешествие с литературными героями». Здесь огромное количество информации содержится, много интерактивных меток. Ее можно несколько часов налистать, перелистывать, просматривать. Информации много. Ссылку я вам в чат послала. Как раз сделано с помощью Google Card. В чем плюс? То, что сервис этот переведен на русский язык, русскоязычный, поддерживает кириллицу. И поэтому, если вы будете его осваивать, то особых трудностей не возникнет. У Google Maps вообще огромное количество функций. Вот как раз на слайде сейчас, как можно еще соединять между собой линии и фигуры, составлять маршрут точек. Выбираете значок, вот этот, который я в красную рамочку выделила, а дальше добавить линию и фигуру, а дальше просто мышью рисуете на карте нужную вам связь между одной точкой и второй точкой. Таким образом выстраивается маршрут. Если вы уже освоили вот такое создание маршрута, есть еще вариант добавить слои. Вот как раз с левой стороны есть кнопочка «Добавить слой». Что это такое? А это на одну карту можно нанести сразу несколько маршрутов. Если вы по одной и той же местности путешествуете, например, взять карту города и на одном слое обозначить достопримечательности, допустим, связанные с Великой Отечественной войной, а на другом слое обозначить достопримечательности, допустим, более современные. И вот у вас получится две карты в одной. И вы можете или одновременно все просматривать, или по очереди. Так можно друг на друга накладывать. Здесь до 10 слоев накладывается, до 10 маршрутов различных. И таким образом можно создавать небольшие виртуальные путешествия. Готовую карту можно скачать на компьютер, можно разместить на сайте или в блоге, получить на нее ссылку и код. Вот таким образом это работает. Еще один интересный сервис, тоже на основе карты – TripLine. TripLine тоже принцип работы примерно такой же. Сейчас я вам ссылку сразу отправлю, чтобы вы могли посмотреть, как он выглядит. Вот так. Тоже виртуальные маршруты создает, тексты и фотографии можно прикреплять. Принцип работы тот же самый. Сначала добавляем все пункты с помощью той же самой поисковой строчки. Вот я ее выделила, поиск. Вносите туда название города, населенного пункта. И автоматически он на карте у вас появляется. Вы его добавляете. Нажимая на синенькую кнопочку, которая внизу в красной рамочке. Затем новый пункт, новая точка на карте. Здесь не нужно, как в Google Maps рисовать. Здесь все автоматически соединится в маршрут. В каком порядке вы их ввели, все так и соединится. А затем вы уже каждой точке на карте можете добавлять различные интерактивности. Например, что можно добавить. Вот как раз каждая точка у нас появляется обозначенной. А дальше вот значок фотоаппарата и значок карандаша. Тут, собственно, все понятно. Фотоаппарат добавляет картинку. Либо в СПК ее загружаете, либо по ссылке. А в карандашах добавляет текст. В том числе можно еще ссылку на веб-ресурс добавить. Как просматривать эту карту? Вы можете ее смотреть прямо на самой карте, подводя курсорчик к точкам. Либо можете внизу в виде вот этой линии просматривать. Итак, два варианта. Опять можно готовую работу встроить на сайт и в блог и смотреть уже там. Интересный сервис и не очень сложный. Если все-таки хочется что-то на русском языке, то есть сервис MyHistra. Он позволяет тоже создавать виртуальные путешествия, виртуальные карты. Правда, почему-то последние два дня он не очень корректно загружает карту Google. Не знаю, с чем это связано. Ссылка вот такая большая у него получается. Я вам сейчас пример такой интерактивной карты добавила. В чем плюсы MyHistra? Он соединяет два в одном. Здесь одновременно и карта интерактивная с точками на ней, и лента времени. Вы сюда можете добавить не только какие-то объекты, но еще и даты. Например, сделать путешествие по каким-то местам и приурочить к датам. Например, путешествие того же самого писателя обозначить просто даты, где, когда, в каком месте он был. У вас событие выстроится в хронологию, и вы получите вот такую развернутую презентацию. Просматривать ее можно кнопкой «Запуск» зеленой. Если вы ссылку откроете, то вы ее сразу увидите. Либо можно просто точки на карте перемещать, либо на ленте времени вверху. Можно щелкать в зависимости от того, как вам больше нравится. После того, как вы зарегистрировались в этом сервисе, можно тут же приступать к работе. Сервис переведен на русский язык, поэтому тут дополнительной информации не очень много потребуется. Для начала, чтобы создать что-то, необходимо создать несколько событий, но по-другому точек на карте. Вот сейчас конструктор событий перед вами на экране. Вы пишете название события, обозначаете дату, ищите его на карте. Я в поиск набрала, например, город Москва, обозначила битву за Москву, даты, нажала поиск, эта точка на карте у меня появилась, я ее добавила туда. Плюс к этому вы можете добавить тексты, ссылки и изображения, прикрепив сразу же тут же к этой метке все, что необходимо. Сохранили. После этого переходим к следующему событию. Новая точка на карте, опять новое окошечко откроется, вы там добавите следующую точку, например, блокада Ленинграда. Найдете Санкт-Петербург на карте и добавите необходимую информацию. И так между собой несколько, пока еще не связанных между собой событий у вас появятся в вашем личном кабинете. Что с ними дальше делать? Вот вы несколько из них создали, а дальше у вас переходим к следующему этапу конструирования вашей интерактивности. Тут немножко сложновато, но один раз попробовать, потом станет все понятно. У вас все события будут в левой колонке, все, что вы создали. Вот она, битва за Москву у вас. С правой стороны ваша будущая история, куда вы эти события будете добавлять. У меня уже была когда-то создана история, поэтому он предложил прямо в эту же историю мне еще немножко добавить событий. Если вы еще ничего не создавали, то с правой стороны будет пусто. Вы просто кнопочкой «Добавить в историю» перемещаете события слева направо. Они у вас отображаются уже будут с правой стороны. После этого нажимаете «Сохранить историю» и все готово. У вас все точки на карте появятся, лента времени появится. Это можно все еще и как презентацию просматривать, если нажать кнопку «Запуск». Готовую работу вы можете сохранить на компьютер, можно ее встроить на страницу сайта и блога, можно распечатать как PDF, если вам необходимо для печати что-то сделать. И еще одна возможность дополнительная. Вы можете пригласить соавторов для работы. Например, совместно создать какую-нибудь интерактивную карту с читателями. Для этого они должны, во-первых, зарегистрироваться в этом сервисе, а во-вторых, с ними еще нужно подружиться. Здесь сервис с элементами социальной сети. Здесь можно дружить, приглашать друг друга, стать друзьями. И вот после того, как вы подружились со своими соавторами, теперь можно уже точно с ними создавать какие-то истории, такие интерактивные. Майхестра – он одновременно и карта, и лента времени, два в одном. Поэтому сервис довольно интересный, бесплатный, самое интересное, и на русском языке тоже большой плюс. Напоследок я оставила два сервиса, наверное, наиболее красочных. Турбилдер – это сервис, который тоже принадлежит Google, сделан на основе Google карт и на основе такого инструмента, который называется Google Земля, Google Earth. Вот ссылку я вам сейчас отправлю в чат. Она, может быть, немножко долго будет загружаться, там нужно, чтобы карта хорошо подстроилась. Это путешествие тоже виртуальное на основе карты Google, но оно еще и 3D. Там, если у вас загрузится этот маршрут, то вы увидите кнопочку 3D с правой стороны внизу, и вы можете этот же самый маршрут просмотреть в формате 3D, более объемная карта станет. Вот большой плюс. Дальше. Сервис бесплатный. Он тоже позволяет создавать интерактивные путешествия. Чтобы создать тур, вам нужно опять выбрать точки на карте. Вот я, например, их выбрала с левой стороны. Они у меня обозначены. Дальше они сложатся в маршрут, а вы каждой этой точке на карте можете добавить дополнительный контент. Например, можно добавить видео и 25 фотографий. Прямо к одной точке 25. Целое слайд-шоу получится. Фотографии загружаются с компьютера. Можно небольшой текст дописать. Ну и после этого сохранить и добавить следующую точку. Для добавления точек синяя кнопочка внизу. Я ее в красную рамку вынесла. Новую точку добавляем, опять к ним и прикрепляем. Изображения, видео, тексты. И все это сохраняем. Еще плюс сюда можно приглашать соавторов. Можно расслать ссылку на турбилдер, на свою виртуальную экскурсию и пригласить других участников, чтобы они поработали. Но для начала они должны зарегистрироваться. Специальные линии рисовать не надо. Все точки тот же, как в триплайне, сложатся сразу в один маршрут. Вы можете щелкать по карте и с правой или с левой стороны открывать, дополнительно просматривать фотографии, связанные с событием. Вот эти красивые меточки, кораблики, елочки, якорьки, это все в самом сервисе есть. Вы можете видоизменить метку. Не просто какую-то капельку поставить на карту, а вот ее красивенько как-то оформить. Такая дополнительная красивость. Ну и, наконец, самый красивый из всех сервисов – StoryMap. Он одновременно позволяет создавать и презентации, и карты. И получается очень красивая такая цифровая история. Ее можно просматривать как презентацию. И можно щелкать по карте. Но как презентацию просматривать интереснее. Она будет очень красиво листаться, вы будете читать тексты, рассматривать изображения и точки на карте. Готовую такую презентацию можно встроить на сайт и в блог к себе. Создавать здесь очень несложно все. После регистрации у вас открывается вот такой конструктор. Я здесь все подписала, чтобы было понятнее, что куда и откуда. Первый слайд, список слайдов с левой стороны. Первый красненький – это обложка. На обложку можно загрузить какую-нибудь картинку и написать текст небольшой. Больше туда ничего не нужно. Можно видео добавить. Ну и все на этом. А дальше кнопочкой «Add Slides» вы добавляете уже готовые слайды. Вот каждый, так или иначе, с привязанной к карте. Чтобы в этот слайд вы добавляете, во-первых, точку на карте, можно на русском языке ввести название населенного пункта, он у вас тут же найдется. Вот я, например, Брест вела, делала «Города герои», набрала Брест, нашла его, обозначила на карте. Дальше можно загружать различные медиа. Это могут быть видео, это могут быть картинки, как с компьютера, так и по ссылке. Дальше. Можно добавить текст небольшой, подписи к картинкам, а в разделе «Описание» добавить текст. И еще дополнительная опция «Slide Option», она в самом низу справа. Это вы дополнительно можете настроить шрифт, оформление, фон, какие-то другие дополнительные опции через эту кнопку получаются. Дальше нажимаете опять на значок «плюсик», добавляете новый слайд, опять привязываетесь к точке на карте и опять интерактивный контент сюда добавляете. После этого у вас в итоге получится красивая презентация, которую можно просматривать, перелистывать и путешествовать по карте вместе с ней. Вот это все, что касается интерактивных карт. На самом деле сервисов достаточно много, которые позволяют интерактивные карты делать, их более десятка. Я выбрала такие самые интересные, на мой взгляд, и самые многофункциональные, которые позволяют, с одной стороны, создавать какую-то интересную вещь, а с другой стороны, позволяют это сделать не очень большими затратами, временными и всеми остальными. Ну и последняя часть нашего вебинара посвятила я ее интерактивным презентациям. Расскажу вам о том, что это такое и как их можно создавать. Интерактивные презентации – это презентации, которые снабжены еще какими-то дополнительными опциями для взаимодействия. Это могут быть викторины, опросы, голосования, отзывы и так далее. Все то, что требует от пользователей какой-то ответной реакции. Сервисов для создания презентаций много, но очень немногие из них пока интерактивные. Покажу вам 4 сервиса, которые позволяют добавить интерактив в презентацию. Опять возвращаюсь к H5P, потому что это действительно сервис очень хороший, многофункциональный. Он позволяет в презентацию добавить опросы, викторины, интерактивный контент, видео, аудио, презентации, все что угодно. Изображение, аудио, видео без ограничений, бесплатно. И количество этих презентаций тоже не ограничено. Если, когда я о нем говорила в связи с интерактивным изображением, там был шаблон HotSpot в горячей точке, то здесь шаблон называется курс-презентейшн. Сейчас ссылку вам отправлю в чат на такую презентацию. Это виртуальная выставка, сделанная на основе этого инструмента. А сделано это вот по этому шаблону курс-презентейшн. Хорошо, я поняла вас. Вот конструктор. Здесь откроется поле наподобие PowerPoint. Слайд в центре, а по бокам очень много-много кнопочек с названиями того, что можно в этот слайд добавить. Посмотрите, тут можно кроме текста в ссылках к видео и аудио, можно добавлять ссылки на другие слайды, то есть чтобы навигацию настроить. И различные виды упражнений. Заполни пропуски. Вопросы с одним ответом, с несколькими ответами. Вопросы правда или ложь. Различные упражнения со словами. Перенос слов, группировки слов, отметь слова и так далее. Можно создавать так называемый диалог карты. Что это такое? Это такие вращающиеся прямоугольнички. С одной стороны пишется вопрос, с другой пишется ответ. По сути, тоже викторина, только необычной формы. Можно добавлять таблицы, интерактивные тексты. Что такое интерактивный текст? Это как раз такое окошечко в презентации, куда читатель, пользователь может добавить свой отзыв. Так интересно, можно собрать еще отзывы читателей, если вы хотите это сделать. Можно добавить интерактивное видео, чат для обсуждения к этой презентации, можно создать и даже твиттер сообщения сделать, если вам это нужно. Посмотрите, здесь огромное количество возможностей, более 20 разных интерактивных вещей. Все это можно добавить в одну презентацию в неограниченном количестве. Как это работает? Вы просто берете пустой слайд, нажимаете на кнопочку, у вас открывается шаблон, который вы заполняете. Самое замечательное, что отдельно ничего создавать не надо. То есть отдельно викторину или отдельно игру не нужно. Здесь прямо все в самой презентации. Вам только кнопку надо нажать, а дальше шаблон, и вы его просто заполняете. Чтобы было понятнее, шаблон можно перевести на русский язык через переводчик Google. Вот пример шаблончика. Он может быть не очень красивый, но зато все понятно. Вопрос. Правильный ответ, неправильный ответ. Хотите добавить еще вариант ответа, нажимаете Add Answer. Если хотите вопрос, добавьте Add Question. И опять заново. Так вы можете несколько вопросов сразу, как викторину сделать, или может быть один по ходу презентации. Как вам лучше и как вам удобнее. Это вот простая викторина без картинок. Есть викторина с картинками. Вот пример. Например, нужно угадать, что это за животное. Картинка открывается, а к нему три варианта ответа. Вы добавляете картинку, а дальше варианты ответа. «Правильный» отмечаете, что он правильный. Норка. Например, верный ответ, он у нас отмечен. Опять шаблон вам все подскажет, что, куда и зачем делать. Просто следовать инструкциям. По этому сервису H5F я написала несколько обучалок. Если вам интересно, вы можете попробовать, поэкспериментировать. Там очень подробно и пошагово все написано, как и что делать. Вот таким образом добавляются, например, викторины. Таким же путем идут и диалог карты, и различные другие викторины, и опросы, и упражнения. Все через шаблоны прямо в самой презентации. Здесь нет отдельных шаблонов для оформления, как в PowerPoint, например. Здесь вы можете просто фон залить, или добавить свою картинку для фона. Но зато интерактив здесь на высоте. Самое замечательное, что если вы создаете такую презентацию, вы можете в конце добавить финальный слайд. Например, вы по ходу презентации задавали 5 вопросов самых разных упражнений. За каждое верное отвеченное 1 балл получал участник. А на финальном слайде вы можете сделать подсчет всех очков, и ваш читатель, когда дойдет до конца, узнает, какой он молодец, и сколько он баллов заработал за просмотр этой презентации, за то, что он отвечал на вопросы. Для детской библиотеки, мне кажется, очень интересный вариант. Это, собственно, и взрослые тоже любят на вопросы отвечать. Поэтому можно вот такую викторину в виде презентации устроить. Одновременно можно какую-то информацию получать, и параллельно еще свои знания проверять. Два в одном. И еще один красивый инструмент, называется он ReadyMag. Тоже очень функциональный сервис. Сейчас ссылку вам пошлю. Он очень красивый. Если H5P он больше берет своей функциональностью, то вот ReadyMag он берет своей красивостью. Ссылка, если не откроется сейчас из чата, то ее надо скопировать в браузер. У него немножко капризная ссылка у этого сервиса. Ну, вот смотрите. Вообще-то ReadyMag он создает лонгриды. Что это такое? Это такие длинные тексты, да, куда вставлено очень много чего интересного. Кроме текста фото, аудио, видео, слайд-шоу, контента соцсетей, горячие точки, встраиваемые объекты, карты, опросы. Много-много всего сюда можно добавить. Самое интересное, что этот лонгрид получается в виде презентации. То есть, по сути, на выходе получаем все равно презентацию, интерактивную, с различными элементами в ней. Есть несколько шаблонов. Есть шаблон фотоистория, есть шаблон презентации, есть шаблон лонгрид. Но, чтобы не замыкаться в шаблонах, можно просто пустой лист взять и на нем начать работать. Вот пример. Вот пустой слайд. Дальше нажимаем кнопочку плюсик и получаем список контента, который сюда можно добавить. По картинкам сразу понятно, что это тексты, изображения, аудио, видео, встраиваемые объекты, точки на карте, контенты соцсетей, различные опросы и так далее. Можно менять фон у слайдов. Можно добавлять анимацию. Есть дополнительные настройки. Все объекты здесь можно анимировать. Как в случае с Дженни, когда там маркеры у нас вращались, улетали, приезжали, так и здесь тоже все это можно анимировать, и все объекты могут появляться, исчезать или вращаться на презентации. Что здесь интересного? В итоге получается очень красивый информационный продукт. Его можно строить на сайт и в блог. У него, ну, игрушек здесь не так много, викторин и опросов, но зато здесь много можно встроить разных интересных объектов. Например, у вас есть какая-нибудь игра, созданная, например, в сервисе Learning App, и вы очень хотите ее сюда пристроить. Это можно сделать. Или есть какая-то интересная презентация, тоже можно встроить. Опрос по коду, все что угодно. Сам сервис такие викторины не генерирует, но все сторонние ресурсы он поддерживает. Поэтому все, что захотите, сюда можно пристроить. Единственное ограничение – сервис условно-бесплатный. Здесь можно создать 10 страниц интерактивных, сейчас уточню, да, 10. И создать из них один журнал, такую перелистывающуюся презентацию из 10 слайдов. Вот это единственное ограничение. А так очень красиво, если что-то хотите, такое красочное, на сайте сделать, то можно ReadyMac использовать. Еще большие возможности для интерактива, конечно, открывают использование мобильных устройств. Сейчас все пользователи обеспечены мобильным интернетом, смартфоны есть у каждого, и планшеты у многих. Поэтому можно это все задействовать и в процессе мероприятия в библиотеке. Например, показывать интерактивные презентации в режиме онлайн с использованием мобильных устройств. Как это работает? Есть такой сервис, называется Zittings. Он позволяет создавать презентации, а потом их демонстрировать на большом экране и параллельно ввести на мобильные устройства их, выводить на мобильные устройства. Как это работает? Вы создаете сначала презентацию внутри сервиса. Можно загрузить свою уже готовую PowerPoint, либо прямо онлайн создать в самом сервисе. После этого получаете ссылку на эту презентацию и можно ее демонстрировать на экране. Читатели на мобильных устройствах получают код, заходят в виртуальную комнату с этим кодом, открывают презентацию, и она у них появляется на экранах мобильных устройств. Как только вы меняете слайд на экране на большом, на мобильных устройствах он тоже поменяется. Здесь даже не самое интересное, что вот так слайды меняются, а самое интересное, что можно всех участников сделать активными, слушателями, добавив немножко интерактива. Вот посмотрите, что можно добавить в эту презентацию. Можно создать опрос. Участники будут голосовать у вас прямо на мобильных устройствах, а результаты выведутся на экран. Можно добавить встраиваемые объекты, например, какую-нибудь игру добавить. И участники будут играть, и опять-таки все результаты на экране будут выведены. Кроме этого, еще можно видео добавить, картинки и Google презентацию. Вот такие интерактивные объекты. Но, кстати, это еще не все. Чуть позже расскажу, что еще можно. Вот вы загрузили готовую презентацию. Например, кнопочка «плюсик» добавляет контент. Если вы на нее нажмете, то вам на выбор предложатся несколько вариантов, что можно в эту презентацию добавить еще. Вверху несколько кнопок. Вот та, которая третья слева, это как раз сиреневая фиолетовая кнопка. Она как раз включает прямую трансляцию. Вы нажимаете на эту кнопку, получаете код и транслируете на экран и на мобильные устройства вашу презентацию. А какие же интерактивные вещички можно еще сюда добавить? А вот они. Это различные виды опросов и голосований. Можно попросить участников выразить одобрение, не одобрение. Пальчик вверх, пальчик вниз. Можно предложить им викторину с выбором правильного ответа или нескольких правильных ответов. Можно предложить им оценить что-нибудь по шкале от 1 до 5, выбрать звездочек сколько? 5, 1, 2. Можно дать такое задание, расположить по ранжиру что-нибудь в определенном порядке. Например, по хронологии, либо просто от того, что нравится, к тому, что не нравится. Можно просто открытый опрос предложить, и участники будут отвечать на него, вписывая свое мнение. И очень интересная штука называется «Облако слов». Когда просят выполнить какое-то задание, написать какое-то слово, ответ, а эти слова и ответы будут потом в виде облака слов отображаться на большом экране. И так вот у вас все участники будут участвовать в вашей презентации, и результаты выводятся на большой экран. Интересно получается. Эту презентацию можно не только онлайн показывать, ее можно на сайте и в блоге разместить. Вот я вам дала ссылку на презентацию. Там есть несколько интерактивных слайдов. Если вы ее полистаете, то вы их обнаружите, и можно попробовать посмотреть, как это работает на самом деле. Еще возможность какая есть. Если вы в режиме онлайн работаете, то у участников есть возможность с мобильных устройств написать комментарий к вашей презентации. Например, вам что-то очень понравилось, они захотели срочно это прокомментировать или наоборот. Есть возможность комментарии. Называет вот эта синяя кнопочка «Activity». Она вызывает поле для комментариев. Нажимаете на нее на мобильном устройстве. Но на ПК вы сейчас тоже можете это сделать. У меня презентация открыта для комментариев. Вы можете любой комментарий оставить. Если увидели там 10 комментариев на прошлом вебинаре, потренировались немножко, комментарии все там сохранились. Вы можете то же самое сделать, попробовать, как это работает. Вот поле для комментариев. Просто набираете текст, называете себя каким-то образом, нажимаете кнопку «Пост». Далее можно даже дискуссию здесь завязать, отвечая на комментарии друг друга, например. А сам ведущий, который все эти комментарии видит, может их показать на экран. Для этого есть специальная кнопка. Он со своего компьютера, если какой-то очень ценный комментарий поступил от слушателей, может его вывести на большой экран и всем показать, чтобы все с ним познакомились. И вот так в режиме онлайн можно проводить мероприятие. Очень интересно получается с интерактивом. И участники не скучают, и ведущему интересно. Теперь об ограничениях. Как известно, все не бесплатно в этом сервисе. Здесь есть бесплатный аккаунт. Он позволяет создавать 5 интерактивных презентаций. И каждая из них рассчитана на 25 участников. Для небольшой аудитории, мне кажется, этого вполне достаточно. Можно попробовать такое мероприятие инновационное провести, посмотреть, понравится или нет слушателям. И второй сервис, похожий на него. Тоже англоязычный, неопод называется. В принципе, работа тот же самый. Здесь создаете презентацию с разными интерактивностями, а потом ее демонстрируете на экране. Ну вот, поскольку все презентации только здесь работают в режиме онлайн, их никуда встроить нельзя, на сайт или в блог. Всего 5. Или за определенное время, а потом снова 5. Нет, всего 5. С одного аккаунта всего 5. Но если вам очень это нравится, вы можете же несколько создать аккаунтов. Наверняка есть у вас не одна электронная почта. Вы можете, допустим, когда у вас уже закончился ваш аккаунт, рассказываю вам хитрые жульства, снова электронной почтой завести аккаунт номер 2 и продолжить работу. Поэтому это не сложно, мне кажется. Можно таким образом немножко схитрить. А вот что касается неопод, он позволяет тоже создавать такие интерактивные презентации. Правда, на сайт и в блогах вставить нельзя, они только в режиме онлайн. Поэтому я вам ссылку сейчас дам на презентацию демонстрационную, которая позволяет раскрыть возможности этого сервиса. Она на английском языке, но там даже не самый главный текст, а самое главное, вы полистайте, там очень интересные задания. Этот сервис более рассчитан на планшеты. Вот если у вас у слушателей не смартфоны, а какие-то более продвинутые вещи, например, планшеты или большие смартфоны, здесь есть функция рисования. Здесь можно не только голосовать, отвечать на вопросы викторины, но можно даже рисовать. Поэтому вот если участники такие, то можно давать задание нарисовать что-нибудь. Вот посмотрите, все то же самое. Загружаете свою презентацию, а дальше добавляете один из видов контента. Какой может быть контент? Можно добавлять картинки, тексты, изображения, но это все понятно. Activity, интерактив. Здесь можно задавать вопросы с викторинами. Matching pairs – это игра «Создай пару», подбери пару. Есть квиз, это просто опрос. Draw it – это как раз то самое рисование. И есть еще интересная функция Collaborate. Вот этого нет ни в одном сервисе. Сейчас покажу. Прямо внутрь презентации можно встроить виртуальную доску. Если вы когда-то работали с виртуальными досками, то представляете, что это. Это такой лист, ну или такая доска виртуальная, на которой участники могут крепить свои какие-то стикеры, тексты и изображения добавлять. Вот в данном случае стикеры можно крепить и к ним что-то подписывать, либо картинку добавить. И вы можете внутри самой презентации настроить вот эту доску коллаборативную и прямо показывать, показывать презентацию, а потом открыть слайд очередной, а там доска. И предложить участникам со своих мобильных устройств что-нибудь на этой доске написать. И у вас на экране будет выводиться сразу кто что делает. И каждое сообщение вы можете продемонстрировать на экране. Вот таким образом это работает. Со смартфона может быть это не очень удобно. Смартфон маленький, экранчик маленький. А вот если участники более продвинутые в плане техники, то можно попробовать такую презентацию. Нипот тоже, он не бесплатный. Здесь есть демо-версия на 30 дней. Здесь условия еще более жесткие. Месяц можно его с одного аккаунта бесплатно поэксплуатировать. Со всеми возможностями. Но потом через месяц, если хотите, вам понравится, можно создать другой аккаунт и попробовать еще. Если действительно вам понравится. Но как это работает, все то же самое. Вы запускаете презентацию на экране, даете виртуальную комнату участникам, код, они по коду заходят и попадают на трансляцию. А там уже вы с ними взаимодействуете, как считаете, нужно. Вот такая необычность тоже можно использовать в работе библиотеки. Да, получается обратная связь с помощью устройств. Все верно. Вы можете получать комментарии от ваших слушателей, их мнения, то есть не высказанные, а вот с помощью мобильных устройств вам переданные. Можно так. Либо какую-то совместную работу устроить в зале, например. Это вот все, что касается интерактивных плакатов, интерактивных картеров и интерактивных презентаций. Выбрала для вас интересные сервисы, которые мне показались действительно интересными, и постаралась о них рассказать. Ко всем этим сервисам есть презентации, обучалки. Если вы видели, на слайдах у каждого сервиса внизу обучалка и пример. Вы сейчас можете, пока еще виртуальная комната не закрылась, скачать презентацию, которую вам демонстрировала. Там все ссылки активные, и можно ими пользоваться в работе, если вам интересно. А в заключение я вам хочу напомнить о том, ну или рассказать, если вы не знаете. Завтра, 3 апреля, начинает работать курс, который называется «Информационная технология библиотеки». Это мой онлайн-курс, который посвящен как раз освоению онлайн-инструментов, в том числе и различных интерактивных вещей. Курс платный, я вам ссылку в чат отправила. Если вам интересуют информационные технологии, вы хотите сами чему-то научиться, то да, после окончания действия материал весь сохраняется, ничего не исчезает. Вопрос. Если вы хотите чему-то научиться, то милости просим, пока у нас еще открыт запись на курс. Большое спасибо, что вы пришли. Буду рада вас снова видеть уже на следующем вебинаре, который будет посвящен уже отдельно виртуальным выставкам. Немножко будет пересекаться с этой тематикой. Да, доступа пока не предоставляет, потому что вебинар завтра. Поэтому завтра, все, кто записался на этот курс, завтра все получат доступ ко всем учебным материалам, и я все расскажу и покажу, что и как. А следующий вебинар уже в рамках трека «Инструменты библиотекаря» уже будет у нас через неделю. в апреле посвящен виртуальным выставкам. Приходите, буду рада вас видеть. Спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok